Привет, друзья! На связи Арина Пинтони, Домаш Риэлтор во Флориде. Мы с вами продолжаем прогулку по недвижимости, будем говорить, ознакомительную экскурсию по объектам недвижимости Средней Тампы. Сегодня я хочу показать вам некие дома, которые здесь я видела и которые я посылаю своим клиентам. Они подписаны у меня на рассылку, и если появляются какие-то интересные новые дома, новые объекты, они обязательно получают эти письма. И вот здесь вот эти объекты, все объекты, которые подходят под их критерии, и просматривая эти объекты, я вдруг натолкнулась на очень интересный дом, которым мне и хотелось с вами поделиться. Но это, конечно, вот как раз-таки, это вот как раз к вопросу, что я могу купить за 24 тысячи долларов. Вот это вот то, что вы можете купить за 24 тысячи долларов. Без окон, без дверей и прочее. Вот, пожалуйста, мобилхаусы. Это все мобилхаусы, которые находятся в сабдивижене. Он называется Moon Lake. Я буду показывать вам на карте. И вот как раз в этом сабдивижене находится очень интересный объект. Вот, пожалуйста, смотрите, какие дома тут есть. Вот вместе с тем, что тут дома находятся, вот как бы в основном мобилхаусы, которые стоят по 80 тысяч, вот тем не менее здесь находятся и уже такие новые красивые капитальные дома строят. Потому что это одно из таких сабдивиженов, которые стоит рассмотреть. Поищем тут то, что я вам хотела показать. Вот он, этот домик, который я вам хотела показать. Я уже переживала, что его здесь не будет, что его обязательно заберут. Я вообще просто не понимаю, почему за 125 тысяч такой шикарный дом, и он до сих пор как бы там стоит. При том, что вы видите, что стоит он не просто в какой-то аэрии, там, где слева и справа какие-то джунгли. Нет, тут вот пластиковый забор. Это вещь достаточно дорогостоящая во Флориде. Но какой вот он, какой красивый дом. И я когда его увидела, я просто прям влюбилась в него. И хочу теперь, чтобы мы с вами вместе в него влюбились. Давайте посмотрим сейчас показатели, которые есть. Значит, дом построен в 1975 году. Он сейчас, вот его недавно поставили, всего 7 дней он на рынке. 125 тысяч он стоит. Две спальни. Полтора санузла, написано здесь. И 1264 скверфита. При том, что вот 1200 это такая вполне себе норма для три спальни и два санузла домов. Налоги, вот когда здесь есть Homestead, да, налоги, видите, какие 625, 627 долларов. Не такие большие. Здесь нет никаких community fee, никаких HOA fee. Здесь, то есть человек платит вот исключительно за то, чем пользуется сам. И вот давайте с вами смотреть, что это такое. Видите, не так много здесь ресторанов, потому что зона жилая, но она больше была agricultural, то есть большие участки земли. Рядом они находятся, эти все участки в лесах. Большая как бы residential area, и здесь не сильно много и не сильно часто есть как бы место для развлечения. Здесь больше люди живут, либо работают дома, либо находятся на пенсии. Вот, участок 18, почти 8 соток. Но у меня такое ощущение, все-таки, что тут, вот я буду вам показывать фотографии, что участок значительно больше. 8 соток у меня участок, так там вообще видеть нечего. Так, давайте посмотрим фотографии, которые здесь есть. Фотографии здесь есть хорошие в этом доме, тут есть на что посмотреть. Видите, вот здесь вот въезд, есть это проезд, driveway, и тут живут соседи, тут живут соседи. Давайте смотреть. Вот это как раз вот проезд. Здесь есть гараж. Он пускай вот это вот как корпорт, ворот нет. Но я могу сказать, что вот если сюда навесить ворота, это будет такой настоящий капитальный гараж. И вы видите, как это вот далеко здесь. Это широкая очень территория от забора, да, вот сюда вот до забора. Это достаточно широко. И как много места перед домом. Вы видите, как много прям такая большая красивая лужайка перед домом. Дальше смотрим. И вот, пожалуйста, вот здесь вот такое вот крытое, чтобы от гаража идти, от гаража идти домой. Здесь они сделали такой крытый навес. Вот мы с вами заходим в дом. Вы видите, здесь камин. Хочется верить, что он совершенно рабочий камин здесь. И он, жилая зона решена в таких бело-зеленых тонах. Вы видите, что здесь вот бины. Как же это называется? Не ребра. Ну, в общем, такие деревянные, здоровые, здоровые деревянные подпорки и колонны. Вот мы вот, видите, вот здесь вот колонны. То есть все это перегорошено. Все это покрашено. Плитка лежит на полу. Достаточно свежая. Ниши такие красивые сделаны в доме. И лестница, которая поднимается на второй этаж. Вот здесь у нас получается на первом этаже у нас расположена большая, то есть не просто большая, а огромная жилая комната, жилая зона. Вот, и здесь расположена половина санузла и здесь расположена одна спальня. Сейчас мы на нее посмотрим. Видите, вот, то есть тут достаточно большая зона. Я бы здесь поставила какую-то барную стойку и вообще оборудовала здесь место, потому что получается здесь на первом этаже кухни нет. Кухня расположена на втором этаже, но здесь вполне есть место для того, чтобы ее оборудовать кухней. Вот это спальня, которая расположена на первом этаже. Видите этот клозет, какие-то углубления. Все это сделано очень красиво. Вот санузел. Подождите, на первом этаже полный санузел получается. Давайте повернемся. Вот розовая. Да, вот это вот розовая. Это получается на первом этаже у нас полный санузел. Окей, понятно. Двигаемся дальше. Вот здесь у нас раковина, унитаз, ванная. Ванная такая овальная, вытянутая. И мы поднимаемся на второй этаж. На втором этаже, вы видите, здесь холл такой небольшой. Это как обеденная зона. Двери французские распашные на балкон. Мы сейчас посмотрим на него. И вот дверь, которая ведет снаружи. Это очень удобно. И лестница, которая ведет изнутри. То есть вот здесь может быть совершенно автономно. Вот первый этаж от второго. Я вам покажу эту лестницу. И на втором этаже у нас расположена кухня. Она вот в такой вот деревянном решена. Это когда-то это было очень и очень модно. Но сейчас просто это, да, остается как-то в тренде. Апплайенсы, сказать, что они прямо вау новые и прочее, нет. Но кухня достаточно вместительная. Видите, и верхние шкафы, и нижние шкафы есть. И она из натурального дерева. Вот это у нас уже вторая спальня, которая расположена на втором этаже. Светлая. И у нее здесь, видите, санузел. Я бы посмотрела на этот санузел. Может быть, вот здесь вот можно как-то это все поменять. Для того, чтобы сделать из этого санузла не половину, а полный. Достаточно большая спальня. Вы видите, что здесь плитка на полу лежит, такая под старину. И большие размеры. Мы потом с вами по размерам, мы с вами пройдемся. И тоже есть из этой спальни выход на балкон. И вот смотрите, какой роскошный балкон. Ну просто роскошный. Огромный навес. Широкий, просторный. Где точно так же можно поставить какую-то мебель. Такую для отдыха наверху. Моя мечта поставить теннисный стол. И вот здесь вот на этот балкон можно точно так же зайти. Как бы минуя дом. Подняться по лестнице. И вот она, эта лестница, которая ведет на балкон. И эта же лестница ведет в комнату. Вот на второй этаж автономно. Как я вам об этом говорила. Вот она как раз заходит. То есть вы можете зайти с улицы на второй этаж. Я когда смотрела на этот дом, я вот его как раз таки рассматривала с той точки зрения, что его очень легко переоборудовать под рентал проперти. Где у вас будет на одном этаже, у вас будет жить один квартирант. А на втором этаже у вас будет жить другой квартирант. То есть это можно сделать совершенно спокойно. Это два независимых, два разных входа. И как бы перекрыть возможность спускаться со второго этажа на первой по лестнице. И все. И у вас получается два, две рентал проперти. Вы видите огромный двор, который находится. Вот это вид с балкона. Большой, большой очень двор красивый. И давайте посмотрим. Еще одна жемчужина этого дома. Это вот бэк порч, который расположен сзади дома. Он тоже, конечно, гигантского размера. Вот посмотрите. Из него он обработан вокруг деревьев. Он заделан вот таким вот заборчиком для того, чтобы туда можно было не падать. То есть не беспокоиться о безопасности. И еще и здесь продолжается навес, где можно поставить столы, стойки, где можно укрыться от дождя. В общем, такая шикарная интертейментерия. Вот, пожалуйста, висит гамак, чтобы можно было воспользоваться им. В общем, у меня этот дом просто, он настолько красивый. Вот качели детские, он настолько удобный. Это так здорово, что у тебя есть такой огромный, просто огромнейший бэк порч, огромный балкон. У тебя есть два этажа. И это все счастье стоит всего 125 тысяч долларов. Что еще хотела, давайте пройдемся с вами, посмотрим по размерам комнат. Кухня 11х8, жилая зона 20х15. Я же говорю, что она очень большая. Мастер-бендрум 18х10, то есть 3х5,5. Вторая спальня 4х3. Она находится на первом этаже. И то есть размеры, конечно, очень хорошие. Размеры, конечно, впечатляют. Сам домик очень красиво, он очень красиво смотрится. Если бы не был сейчас карантин, я бы с удовольствием поехала и его сняла, посмотрела, как он вообще снаружи. Еще что хотела вам показать, карту, да, где же он находится у нас по карте, чтобы нам было виднее. Вот, вот смотрите, он находится, он находится здесь прямо понад дорогой Moon Lake Road. А эта дорога ведет вот здесь вот, вот это озерце называется Озерцо Moon Lake. Здесь есть пляжик небольшой, то есть такая вот зеленая зона. И что интересно, что вот давайте я вот так вот сделаю. В настоящее время от 75-й идет ответвление. Они делают ответвление где-то между 54-й дорогой и 52-й. То есть они отсюда будут тянуть дорогу к Порт-Ричи. И то есть вот здесь будет потом шикарное просто сообщение. Просто рядом совсем будет съезд на хайвей. И по хайвею ты запросто добираешься. А когда 75-й, это у нас такая живая артерия, которая тебя очень быстро довезет и до Тампы, и до всего. Опять же, рядом здесь находится побережье. Здесь есть такие пляжи, вот как бы таких вот протяженных с сахарными песками нет. Но места для того, чтобы искупаться, для того, чтобы выехать на лодке здесь есть и очень много. Вот такой дом хотела вам сегодня показать. Если этот дом вам понравился, если этот дом вам приглянулся, пожалуйста, обращайтесь. Я с удовольствием вам отвечу. Заходите на мой сайт, который называется Ваш Риэлтор во Флориде. Выбирайте вкладку консультация, заполняйте свои поля. Оставляйте информацию о себе. Я с вами обязательно свяжусь. С вами была Рина Пинтанида, Ваш Риэлтор во Флориде. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Если у вас возникли какие-то вопросы по покупке недвижимости в Соединенных Штатах Америки, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием помогу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok